Здравствуйте! С вами Наталья Титова и каталог полезных покупок Страна Советов. В ближайшие полчаса мы не только направим вас на дороги шоппинга, но и на реальном примере докажем, что можно преобразиться своими силами. Без помощи огромного количества стилистов мы создадим новый образ для еще одной героини нашей программы. Итак, вот что ждет нас сегодня. Оценим новые увлечения Димы Билана, попробуем себя в роли художника и поближе познакомимся с советскими актерами. Поиск собственного стиля – это всегда эксперимент. Мы пробуем разные образы, но часто без посторонней помощи не можем понять, что же действительно нам подходит. С такой проблемой к нам обратилась и героиня нашей сегодняшней программы. Давайте с ней познакомимся. Сегодня мы преображаем Софью. 23 года. Недавно у нее был день рождения. Для Сони это еще одна небольшая ступень в жизни, на которой она хотела бы найти новую себя. Соня любит эксперименты. На ее опыте были и короткие платья, и спортивная одежда. Но до сих пор она не может создать свой идеальный комфортный образ. Хочет принять участие в проекте, чтобы научиться быть стильной и подбирать одежду с учетом особенностей фигуры. Соня, что сподвигло тебя к преображению и почему ты вообще решила немного измениться? Ну, во-первых, потому что в основном ходишь в одну и той же одежде. То есть привыкаешь к одному стилю. И сейчас охота, конечно же, поменять немножечко себя. То есть посмотреть на себя с другой стороны, какая я могу быть еще помимо этого образа. Хотелось бы посмотреть, какую прическу можно мне подобрать, какой макияж. Но, естественно, какая одежда может быть еще, помимо той, которую я ношу постоянно. Ну, а какая сейчас одежда в твоем гардеробе преобладает? Ну, я люблю экспериментировать. В моем гардеробе преобладают платья. То есть их достаточное количество. За это тебе плюс. Ну, в принципе, ношу в основном, конечно же, не платья, а повседневную одежду. То есть это брюки, футболочки, кофты. То есть платье редкое. И все платья в основном, они идут однообразные. Поэтому хотелось бы посмотреть, какие еще можно платья подобрать. И какой же ты хочешь себя увидеть сегодня после преображения? Я хочу увидеть себя совершенно другой. Я хочу полностью поменяться. И, как говорится, меняется внешний образ, но, конечно же, он поменяется внутри. То есть я хочу и внутренний образ тоже свой изменить. Начнем мы преображение Сони, конечно, с подбора новой одежды. По правилам программы мы создадим для нее шесть образов. Три она сама для себя, еще три я для нее. Потом все это проанализирует стилист и выберет то, в чем Соня предстанет перед нами в самом конце программы. Итак, наш выбор вашему вниманию. Ну, вот этот джемпер я бы, наверное, надела с брюками, с черными. Будет сочетаться, я думаю, неплохо. Такое хорошенькое платье, строгое. Светлое, как раз на весну. Подошла бы к ним какая-нибудь маечка или футболка даже. И с кроссовками. Первый образ будет состоять вот из такого комплекта. Это юбка и блуза. И дополним мы это все главной изюминкой. Вот такой накидкой в этом сезоне они просто на пике популярности. Поэтому немного расслабленный, но в то же время очень стильный образ у нас получится. Второй образ очень элегантный. Это платье нежного оттенка, которое мы дополним вот таким массивным украшением и летним пальтом. Все это вместе будет смотреться очень гармонично и повесенне свежо. И третий образ в стиле спортшик. Он будет состоять из вот такой юбки солнца, которая прекрасно формирует нужные нам параметры. Также мы возьмем точно такой же топ, составим из этого комплекта, ну и дополним все очень стильным бомбером и легким шарфом. Благодарим за помощь в создании образов фирменный магазин немецкой женской одежды и аксессуаров «Штальман». Встречайте весну в новом образе от «Штальман». Весенняя коллекция уже в продаже. ЦУМ, второй этаж. И вот те самые идеальные пары, на которые сегодня мы обратили свое внимание. Для первого образа мы возьмем вот такие очень красивые туфли на устойчивом невысоком каблуке. Сейчас эффект амбре популярен во всем, как в одежде, как в окрашивании волос, так и, видите, в обуви. Дизайнеры очень активно данное решение предлагают. В общем, первый образ идеально дополнится именно данной парой. Для второго образа мы возьмем классические туфли очень красивого нежного оттенка. Он повторит оттенок платья и тоже образ будет очень гармоничным. Но и третий образ, который в стиле спортшик, дополним мы его соответствующей обувью. На такой тракторной, очень грубой подошве мы возьмем слепоны и как раз таки ими мы дополним наш образ. Благодарим за помощь в создании образов фирменный магазин обуви «Дуэтта». Вас уже ждет новое поступление «Весна-лето». ЦУМ – второй этаж. Все эти образы на Соне мы увидим совсем скоро. Но прямо сейчас предлагаю выбрать себе развлечение по душе. Полный список в нашей афише. Сегодня наша афиша полностью посвящена искусству. В галерее «Прогресса» недавно стартовала выставка «Гагарин. Дети. Космос». Она посвящена 55-летию первого полета человека в неизвестное тогда еще пространство. Выставка состоит из исторических фотографий, текстов и произведений современного искусства в виде графических листов, выполненных в оригинальной технике живописи масляными красками. Выставку представляют братья-близнецы Юрий и Виктор Дорофеевы. А вот вторую выставку «Миссис. Вселенная в 100 лет» они посвятили своей маме. В 2015 году ей исполнилось 102 года. В Кировском областном краеведческом музее открылась фотовыставка «Актеры на все времена». Она представляет народного артиста СССР Бориса Черкова и народных артистов РСФСР Александра Калягина и Андрея Миронова. На представленных фотографиях актеры в сценах известных фильмов и во время рабочих моментов на съемочных площадках. В кинотеатре «Октябрь» вас также ждет выставка о кино. Это картины молодой кировской художницы Натальи Фантребиной. В год российского кино здесь можно встретить великих советских актеров. Вячеслава Тихонова, Алексея Баталова, Георгия Юматова и современную звезду Козловского в образе хоккеиста Харламова из «Легенды 17». Также на одной стене можно встретить и Аватара, и Джека Воробья. Все это выглядит настолько живо и по-настоящему, что на какой-то момент отрываешься от реальности. А если вы давно мечтали и сами поучаствовать в создании произведений искусства, для вас художественные курсы, которые помогут вам овладеть техникой портрета. Все-таки это безумно интересно — передавать изображение напротив сидящего на холм. А вот научиться писать настоящие картины не совсем обычным способом вы можете на мастер-классах «Волшебные рисунки на воде» — Эбру. Теперь отправляемся на спектакли. В драматическом театре вы можете увидеть постановки «Иван Вятский» и «Серый волк», «Ханума», «Обед из трех блюд» плюс «Салат со скандалом» и «Белые ночи». В театре кукол для вас и ваших детей «Холодное сердце», «Веселая медвежата», «Заяц лиса и петух» и «Как один мужик двух генералов прокормил». А театр нас с Паской приготовил для своих зрителей спектакли «Собаки-якудза», «Кошкин дом», «Муха-цикотуха» и «Сокровища лесных эльфов». Мы начинаем нашу примерку и для начала увидим три образа, которые выбрала для себя сама Соня. Платье с принтом в стиле арт-деко я рекомендовала бы сочетать все-таки с другим жакетом, либо хотя бы удлиненным жилетом. Тогда это смотрелось бы более стильно и актуально, ну и плюс удлиненное шейное украшение. Сочетание футболки и джинсов, конечно, да, это очень удобно, но достаточно банально. То есть, если мы говорим о стильном образе, то как минимум сюда нужно добавлять третьи вещи, то есть, либо это, чтобы был кардигам, либо жилет. Я предпочитаю все-таки выбирать, если вы хотите сделать образ действительно модным, футболки, но не обтягивающие, это точно. Чёрные брюки и коралловые топы выглядят, на самом деле, достаточно банально. Да, есть плюсы, что у топы есть сложная конструкция, но это слишком просто, слишком банально сочетание что-то с чёрным цветом. То есть, либо сюда добавлять предмет, который будет связующим по цвету, да, сочетая себе и коралловый, и чёрный цвет, и ещё какой-то другой, который будет подходить и к тому, и к другому цвету. Либо, опять же, кардигам, либо жилет, либо летнее пальто. Но в данном случае вот эти два предмета выбраны и сочетаются очень банально. И назвать всё это, все эти три комплекта, именно комплектами, представляющими собой образ сложно сочнённый или вообще образ очень сложный. Совсем скоро мы увидим на Соне ещё три образа, но прямо сейчас немного отдохнём от примерок и отправимся в кино вместе с Ильёй Пановым. Он всегда знает, что посмотреть. И так случилось. Трепещите. На кинонебосклоне зажглась новая звезда, и имя её Дима Билан. Да-да, Билан подался в кино. Фильм, кстати, очень серьёзный. А справился ли Билан с ролью, судить только вам. Пропала Россия. Война — это как ржавчина. Разъедает, разрушает всё человеческое в людях. Мы начинаем звереть. Они нас предали. Генералы, министры нас обманули. Андрей Петрович, оприснитесь к нам. Присяга отечества. Бросьте у своего дворянского мешу. Я — ротмистр Андрей Петрович Долматов. Русский офицер и дворянин. Что вы себе позволяете? Да, царя нет. Прежней России нет. Но осталась вера, честь и отечество. Кто, если не мы? Я осмелюсь просить руки вашей дочери. Помимо Билана, смотрите в кино. Но фантастику, нет, не фантастику, триллер. То есть ужасы. В общем, всё там есть. Этот фильм ещё называют «Монстра 2», но называется он «Кловерфилд 10». Также можно поучиться выбирать хорошие автомобили. По низкой цене у героев фильма маршрут построен. Хотя, судя по тому, как развиваются события в фильме, покупку стоило обдумать семь раз. Во второй части «Страны советов» скинем зимние куртки и облачимся в яркие весенние пальто. Научимся выбирать косметику и увидим, как преобразится героиня нашей сегодняшней программы. Сегодня мы преображаем Софью. 23 года. Недавно у неё был день рождения. Для Сони это ещё одна небольшая ступень в жизни, на которой она хотела бы найти новую себя. Соня любит эксперименты. На её опыте были и короткие платья, и спортивная одежда. Но до сих пор она не может создать свой идеальный комфортный образ. Хочет принять участие в проекте, чтобы научиться быть стильной и подбирать одежду с учётом особенностей фигуры. Напомню, что по правилам программы мы подбираем для Сони шесть образов. Три она сама для себя, ещё три я для неё. Комплекты Сони мы уже видели, теперь пришло время продолжить примерку. Здесь в данном случае я хочу похвалить пальто меховое, которое является одним из трендов прошлого и этого сезона. Однако я бы рекомендовала сочетать всё-таки с другим платьем. Не делать акцент с заниженной линией талии. И плюсом я бы здесь рекомендовала выбрать не короткое шейное украшение, а всё-таки длинное, чтобы и подчёркивало вертикальные линии данного комплекта, и то, чтобы подходило больше всё-таки для нашей героини. Нежный, милый по цвету комплект в сочетании платья, летнего пальто, шейного украшения. То есть они подходят друг другу и по цвету, и по форме. Ну и в принципе для данного сезона, предстоящего весеннего, является достаточно актуальным сочетанием комплекта. В принципе стильное сочетание блузы и юбки, которые, кстати, визуально смотрятся платьем, модную графичную полоску в виде рисунка, плюс сочетается всё с бомбером. Достаточно актуально, но однако здесь я бы всё-таки заменила шарфик на шейное украшение, причём удлинённое, которое бы также вытягивало фигуру нашей героини. Плюс, что Наташа здесь добавила стильные аксессуары, то есть это и модные ботинки, и сумочка. Конечно, всё это помогло собрать образ и сделать её более полноценным, сложным и стильным. Какой же из этих образов мы увидим на Sony в самом конце программы, чуть позже решит стилест. Ну а мы сейчас тоже отправляемся на шоппинг и немного обновим свой гардероб. Главное преимущество пальто перед любой другой верхней одеждой – оно помогает женщине даже в холодную погоду оставаться утонченной и стильной. В новых коллекциях «Весна-лета-2016» огромное количество приталенных силуэтов. Некоторые варианты пальто напоминают больше удлинённые жакеты или платья, так как они настолько точно сидят по фигуре и облегают её. Бесспорный хит весеннего сезона – пальто в стиле оверсайз. Фасон такого пальто максимально свободный, что весьма комфортно и практично. Особенно в тренде будет пальто оверсайз в стиле минимализм. Дизайн максимально строгий и выполнен в сдержанной цветовой гамме. Весной 2016 года трендовыми оттенками останутся чёрный, серый и белый, которые идеальны для любого случая. Впрочем, не ограничивайте себя и обратите внимание на пальто ярких оттенков – розового, жёлтого, голубого, зелёного и синего. Выбирая яркие пальто, отдавайте предпочтение однотонным моделям. В тренде ещё и пальто мужского кроя, прямой силуэт и отсутствие каких-либо талевых вытащек. Пальто без воротника в стиле Шанель в этом сезоне поддержали многие дизайнеры. Круглые выросы, прямой силуэт подчёркивают и визуально удлиняют шею. Приходите за покупками и встречайте весну вместе с салоном «Олиф Грей». Богатый ассортимент женской верхней одежды высокого качества по доступным ценам. Новая коллекция и полный размерный ряд. «Олиф Грей» – торговый центр «Атланты» и торговый центр «Осинка». Мы продолжаем работу над новым образом Сони. Сейчас наступает у нас ещё один этап. Саша, что мы будем делать? Я предлагаю сегодня для Софи сделать ломаные локоны, убрать немножко чёлку, сделать симметрию небольшую, добавить объёма. Ну а по макияжу, я, Наташа, думаю, это активные глаза, коррекция бровей и естественные губы. Ну что ж, уверена, что в итоге у нас всё получится так, как мы и задумали. Приступайте. Александра Хитрина – парикмахер и визажист. Прошла обучение в мастерской в визаже и прическе Нины Кушовой. Саша может воплотить в жизнь любую задумку клиента, подчёркивая при этом все достоинства. За плечами у неё работа со многими фотографами и создание самых смелых и креативных образов. Продолжение следует... Мы уже заканчиваем работу над новым образом Сони, и совсем скоро мы увидим её преображённую. Но прямо сейчас немного позаботимся и о себе. Минута красоты ждёт нас далее. Опять все деньги на косметику потрашивала. Но выглядеть красиво сейчас так дорого. Есть магазины, где дорого за парфюмерию косметику платить не нужно. Мне так нравится пробовать всё модное. Когда появляется что-нибудь новенькое, я всегда стараюсь попробовать. Но в последнее время это очень накладно. Могу для вас предложить марку Essence. Это молодёжная линейка по экономичной цене. Много ярких оттенков, которыми можете себя побаловать без ущерба для бюджета. Пользуюсь люксовой косметикой. Мне так нравится, как ложатся тональный крем и помада. Но стоят они сейчас очень дорого. Могу для вас предложить итальянскую марку L'Arte. Это люксовое качество по экономичной цене. Нашим покупателям она полюбилась за бархатистые текстуры и яркие оттенки. Посмотрите, как нежно помада ложится. Я так люблю яркие цвета в макияже. Цветные тени, стрелки. Я читала, что будущее весной это очень модно. Да, это так. Вот, например, марка Artvisage. Это производство из России. Их палитры, карандаши и теней насчитывают более 30 оттенков. Я смотрю, у вас такая недорогая парфюмерия. А как она по качеству? У нас представлены европейские бренды, не уступающие по качеству дорогой элитной парфюмерии. Например, ароматы Sergio Tachini. Это известное итальянское качество. И также ароматы Ulrich de Vrens. Это настоящая французская парфюмерия. Еще хочу для вас предложить новую линейку трезв, произведенных именно в Кировской области. Organic Spa. Это натуральная косметика и роскошный спа-уход в домашних условиях. Сейчас, после долгой зимы, так хочется ярких весенних эмоций. Как раз для вас хочу посоветовать нашу новую линейку Villafruit. Это натуральные составы с фруктово-ягодными ароматами. Попробуйте, как вкусно. Ммм, вкусно. Где найти все эти средства и при этом не переплачивать? Приходите в магазины Эдем. Здесь настоящий рай для любителей качественной и недорогой косметики. Широкий выбор брендов, грамотные, приветливые консультанты, трендовые новинки. При покупке декоративной косметики сертификат на бесплатный макияж. Эдем. Мы делаем красоту доступной. Наше преображение почти подошло к концу. Напомню, что по правилам программы мы подбирали для Сони шесть образов. Три она сама для себя, еще три я для нее. Сейчас осталось выслушать только финальное слово стилиста. Нашей героине я рекомендовала бы выбрать все-таки второй комплект с платьем, летним пальто, шейным украшением в виде кристаллов. Для ее образа жизни я считаю, что данный комплект будет более актуальным. Конечно, смягчит немного ее внешность, сделает ее более женственной и милой. Встречайте нашу новую Софью. Редактор субтитров А.Семкин Благодарим Александра Ивлева за помощь в проведении съемок. Соня, ну и финальный подарок для тебя – это серьги от магазина «Герцогиня» для особенных случаев, для особенных выходов. Держи. Спасибо большое. Ну, хотелось бы сначала поблагодарить всю команду. Особенно поблагодарить визажиста и парикмахера в одном лице – Александру. Да, образ, конечно же, изменился. Это сразу же видно. Результат налицо. Ну и внутренне, конечно, у меня появилось больше какой-то оптимистичной нотки и больше уверенности в себе. Спасибо вам огромное. Если вы хотите оказаться на месте Сони, оставляйте заявку в специальной теме на странице страны совета ВКонтакте. Кстати, там же проходит конкурс «Самая стильная девушка недели». Выкладывайте свои селфи в примерочных в специальный альбом и боритесь за призы. Ну, а мы с вами встречаемся уже в следующий четверг в 20.15 на Первом городском канале. Включайте, смотрите, покупайте.